всем здравствуйте меня зовут анастасия и вы на канале мир сквозь пальцы вот так я начинаю свою неделю вот с такого кадра этим же кадром я буду заканчивать эту неделю ну давайте сейчас я расскажу что я вышивала на этой неделе и как она у меня прошла так друзья мои неделя вся получилась скомканная тут в общем хотела я снять болталку по поводу вышел там т.к. у натали вышивальному монпансье господи пока вы говоришь ну там был так идеальный блогер я очень хотела на него ответить но даже не столько я хотел ответить на т.к. сколько мне хотелось ответить самой натальи как-то у нее такой был посыл по поводу нытья что там ну какой-то такой был посыл что блогеры нытики у нас стали в общем сейчас я тоже в этом видео по мою потому что неделя была очень сложно у меня как она наталья наталья говорила что нет настроения не выше лун если у тебя там или что-то такое что не и не снимай что вроде как зрителям нравится смотреть веселые интересные там такие видео ну я все это понимаю конечно прекрасно мне самой интересно смотреть когда блогер вещает очень весело задорно ну так же я понимаю что все мы живые люди если у кого-то какая-то печаль грусти ли что-то такое происходит жизни я прекрасно это пойму если человек пожалуется что у него нет настроения сегодня но он снял я прекрасно это пойму так и у меня на этой неделе получилось ничего я вообще не снимала вот сейчас я уже перепялила я вставлю фотографию как было на начало недели и как на конец недели что осталось что стало повышевала я но вышла за неделю я на тигре 2385 крестиков они вышивала я потому что у меня заболел ребенок достаточно сильно и серьезно она по скорой попала в больницу лежит сейчас она в отделении сосудистой хирургии поэтому ну сами понимаете как бы вышивать особо у меня настроение не было и сил никаких там вернее вышивала такое что там знаете я вышивала павлина своего сейчас я его покажу китайского ну хотела что-то такое на простом отвлечься чтобы сильно мозг мозг и так закипал чтобы сильно не совсем уже там все не переклинило в голове она и так знаете два дня не есть не пить не спать не могла пока более менее не прояснилось и не стало ясно что дальнейшее лечение что будет дальше потом я как-то вышивала но вроде бы нагнала тут немного какие-то свои там норма не норма ну что-то повышевала и на этом этапе вот я уже приступлю к следующей неделе на этом я закончила ну как говорю я могу показать только фотографии что было что стало и так будет наверное на всех работах которые я показала которые вышивала я думаю потому что ну говорю включать камеру у меня не было ни сил ни настроения нежелания а давайте сейчас покажу она же лежит в больнице и пока она там лежит до вышивала на свою звездную ночь от джойсанды и под посмотрите как она получается уже готовая если кто-то захочет такую же вышить на звездную ночь джойсанды китайский набор вот посмотрите как она получается как она выглядит и так если если вам интересно можете тоже купить и вышить и ну вот вы увидели как она выглядит готовая ну как говорит . вышивалась она достаточно сложно это не была легкая китайская работа как обычно сейчас она взяла другой китайский набор свой у нее маяк еще вот этот всем известный руки поин большой который с волной вот этой красивой зеленой она сейчас его взяла и говорит насколько он легче чем эта звездная ночь звездная ночь ну сами видите какое смешение красок цветов постоянно менялась нитка ну было достаточно сложно вышивать но тем не менее она вышила ей нравится нам нравится тем более заберем ее эту вышивку оформим рамочку и повесим дома ну хотя она сказала никуда и оформлять не надо но все таки я конечно же оформлю и повешу потому что это вышивка моего ребенка я любую на она впишется в любой интерьер даже если она абсолютно не подходит под интерьер но она все равно будет висеть и я буду любоваться и это будет напоминание о моем ребенке как она мне вышивает кстати я же заказала ниточки 11 11 нитки и канва с мурины с хс и канва с алиэкспресс и сейчас они уже в новосибирске жду не знаю когда правда придут в новосибирске бывает что по всей россии пройдет быстро там буквально за три дня а в новосибирске может и две недели лежать пока до нас дойдет а хотя тут километров не знаю сколько 400 500 наверное где-то так от новосибирска до нас ну вот так вот а к чему я начала это говорить про эти нитки что я купила есть схему химеры и идут нитки как раз и и вот она закончит свой маяк а может может отложит его на время или будет вместе вышивать не знаю пусть думает придут ниточки и канва ей на новую работу это будет ее первая в жизни многоцветка химера так ну вот так я надеюсь что этом поставила фотографии показала все было стало по тигру и давайте покажу что я вышивала еще фею ну вот с этого момента я начала вышивать фею в понедельник когда еще было все благополучно все нормально вот это уже край работы вот я вам показывал посередине вверхом это уже будет край работы план у меня на неделю было вышить полосочку вот здесь следующий такой рядок пройтись и можно сказать что я его и вышила вот на феи я прошла один рядок всего лишь вот вот этот вот так 20 крестиков и здесь был один два три четыре пять шесть семь восемь девять 1800 не крестиков а значков да ну то есть выживая полу крестом вот бабочка у нас проявилась вроде как а вот наверно вообще думала что вот это вот это крыло и это крыло и думала что вот такая бабочка но сейчас я вижу что бабочка вот это а это ну я даже не могу понять что это я не знаю честно сказать на тень от бабочки не похоже лепесточек какой-то или что это такое даже я не знаю как-то не очень четкая схема и не очень четкий рисунок получается вот в этих цветах они как бы немного как акварельно смазаны но акварельно это что-то такое более плавная прозрачная здесь такие темные цвета как-то не очень четко конечно у химеры проработано так более упрощено как я понимаю но тем не менее все равно все интересно красиво цветочек вот видно тут дальше какой-то пошел будет цветочек лепесточек была здесь мешанина конечно очень сильно но вот здесь более-менее полегче вышивалась и вот так я прошла вот этот рядок вышила всего лишь за за неделю за эту три участка вот по 600 крестиков какие как и обычно я и вышиваю всего вышита 1876 полукрестиков за эту неделю несколько дней может быть дня три повышевала на этой неделе эту фею и вот столько у меня добавилось ну на этом сфе и все и теперь давайте я сниму павлина все-таки покажу что я там вышивала на павлине и вот так вот выглядит моя картина с павлином на сегодняшний день вышит вот это вот ровно один лист вот так он сиротинушка на этой огромной конве выглядит вот такое полотно и это всего лишь один одна часть из двадцати пяти давайте подвину поближе он сейчас я подождите дотянусь горит свет потому что потому что темно а я хочу дотянуться показать вот один лист первый этот вышит вот так он выглядит ну ясно дело что это китайский набор здесь все пиксельно крупно 14 каунт первый листик вот он вышит и вот так он выглядит на конве так выглядит на рисунке так выглядит на конве всего здесь 25 частей на этом павлине 110 цветов достаточно большая внушительная работа как вы видели примерно она размером как моя дубовая роща которая вышивала там метр на 60 ну павлин по моему чуть чуть поменьше а вот ключ как видите 110 цветов у него такая китайская многоцветка вышиваю я ее как видите на чистой конве по китайской схеме глянцевой я вам ее даже покажу эту схему вот она глянцевая я очень люблю китайские схемы у меня абсолютно не не коробит и и мне не мешает вот это вот глянцевость которую все так не любят не скрипучесть вот эти схем которые тоже не любят что они глянцевые скрипучие мне нравится это кстати вот будет второй лист сейчас ну не сейчас а следующий раз я его возьму повышевать будет он вот здесь так я и пойду рядами вышила я на этой неделе когда я взяла ее у меня вот вот эта часть верхняя вот это вот было уже вышито и я зашила где-то вот вот эту полоску когда мне надо было чтоб мозг особо сильно не думал просто берешь нитку и вышиваешь ее до конца и и вот вот этот участок я вышила сколько здесь один два три четыре пять шесть семь 7 на 4 28 ну примерно 2 800 крестиков я вышила на неделе и вот так вот она получается время от времени я буду брать вышивать и чтобы она у меня в конце концов вышилась ну вот так ну все больше не тут по павлину сказать больше нечего вот будет центр работы павлина и вот так вот выглядит один листик сиротинушка на этой большой конве ну вот доказательств у меня нет никаких начало я вышивки не снимала только вот что могу рассказать придется поверить на словом то что я вышила так ну на этом все и давайте там еще у меня было пятьсот крестиков на новослободея что-то вчера вечером сел и его поковыряла давайте покажу что там и вот за сниму хочу в следующем году двадцать втором все-таки закончить свой снег городе вот на таком этапе сейчас он находится надо было конечно я сейчас только запяливала в пяльце надо было снять как он выглядит уже в развернутом виде что осталось то совсем чуть-чуть уже совсем немного надо бы его до вышивать уже и закончить уже с этой эпопеи уже сколько можно его вышивать и тянуть тут работ это было буквально можно было за месяц вышить но я вышиваю уже его наверно второй год нет я наверное нашла начала осенью прошлого года в двадцатом году где-то осенью двадцатого года начала вышивать и вот уже год прошел и хочу я уже ну по крайней мере до марта я планирую закончить эту работу этот набор от новослободы снег в городе ну вот давайте я повышеваю и потом покажу что я уже на нем на вышивала ну и вот добавилось вот здесь 500 крестиков вот в этом участочке всего лишь но это я вчера вечером посидела тут поколупалась немножко вышло 500 крестиков убирать я ее даже не буду оставлю где-то если будет какая-то минутка может быть где-то там в кухне ждать пока вас закипает вода хочу ее прям хорошенько хорошенько продвинуть тут осталось то совсем немного тут уже вот край работы сколько тут осталось но вот так и наверное еще раз вот так скорее всего вот чуть-чуть то осталось ее до вышивать уже совсем немножко и тут осталось 1 2 3 4 5 6 тут 2 400 2 400 по идее можно взять и вышить даже за один день ну если не учитывать тигра которого по 300 крестиков день вышиваю то вот это вот можно вышить за два дня но если есть тигром то даже за три дня можно вышить ну не знаю как 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 вышивать ну как-то надо вышивать как-то его надо закончить уже чтоб он не тянул меня и не не висел надо мной чтоб уже это вышивка была закончена ну я так думаю что это скорее всего будет первый финиш следующего года 22 поэтому буду пока что максимального продвигать думаю прикидывая планы на следующий год но честно сказать боюсь их прикидывать эти план никто у нас конечно не убьет и не побьет если мы эти планы не выполним ну хотя бы какие-то себе наметки сделать чтобы пофантазировать что хотим вышивать что задумываем вышивать сниму конечно же планы а на этом пока что все а и в планах у меня там конечно это будет наверно сам нас в планах это будет наверно самый первый финиш следующего года как я уже сказала ну все на этом пока что на этой неделе все и теперь давайте я покажу и свою дамочку на спорте как я ее вышивала немножко я там тушь поковыряла ну вот так взялась я повышевала свою спортсменку дизайн называется на спорте картиночку сейчас ставлю не над не сняла я начало но найду я скрин как сделаю скрин как это она выглядела в прошлый раз когда я вышивала конечный результат на в прошлом видео и вот немножко я еще повышевала в общем тут в глазах пошли петиты вот эти мелкие ну тут конечно на ровность крестиков смотреть нельзя что я тут делаю я сама не понимаю вообще ну как бы так начала вышивать вроде так пошло-пошло кстати всем огромное спасибо кто мне и в контакте и схематично девочки рисовали мне присылали и как бы сказать на пальцах и на бумаге объясняли разжевывали мне чтобы я поняла что до меня дошло как вышивать в общем я поняла более-менее и ничего так пошло начала вышивать вышивать вроде так как бы нормально стало получаться, я тут стала даже так вышивать, вышивать и я оставлю ссылку под видео внизу, на видео где девочки мне прислали тоже эту ссылку, где было объяснялось, как вышивать на равномерке там канал, по-моему Елена Цвет называется она подробно и очень понятно, детально объяснила, как вышивать на равномерке, в общем я посмотрела видео, послушала девочек, посмотрела все схемы которые мне рисовали все объяснения, что мне писали прислали голосовые там и всякие и все, что на пальцах объясняли мне в общем, спасибо вам огромное разобралась я, как вышивать на равномерке более-менее поняла в общем, вот повышивала, повышивала сейчас я поняла в этих глазах, что у меня ровно не получается, я вышиваю, куда попала и что попала, ну как будет, так будет, это моя такой первый блин комом как получится, так получится, я уже тут не предъявляю к этой ну и вообще к своим работам не предъявляю высоких требований каких-то там критериев ровности крестиков там и всего тому подобного вышиваю, как вышиваю, как получается а уж такое, тем более ну ничего, так вышивать вроде более-менее интересно вот это вот чуть-чуть выше, так на пальцах вот так, это уже 13% в общем, как я уже начала говорить до глаз дошла, начала путаться я устала от вот этого всего и решила бросить пока что до следующего раза вот так вот покажу вам, что я повышивала несколько часов всего лишь сегодня и ну вот так вот получается а, надеюсь, что я вставила уже скрин как это было в прошлый раз и сколько я сегодня добавила немножко ну вот так потихоньку-потихоньку время от времени берясь за нее я думаю и вышью в конце концов вот такая она у нас дама на спорте пока что вот то, что ну начала проявляться уши вот начали проявляться глаза скоро появятся волосы пойдут вот так, что так ну все с этой дамой на спорте на сегодня все ну и вот так давайте подведу итог недели расскажу сколько с чего я на чем вышла на тигре я вышла на этой неделе 2385 крестиков на феи ягод 1876 крестиков вот она на спорте у меня вышито 462 крестика где-то примерно 500 крестиков на новослободесне в городе и на павлине у меня вышло 2800 крестиков и за неделю примерно у меня вышло 7561 крестик ну даже я повышевала вообще думала что я ни одного крестика на этой неделе не сделаю ну так успокаивала свои нервы более-менее и вот повышевала даже бахнула хорошую такую норму свою 7500 крестиков ну вот так на этом все будем с вами прощаться до следующей недели до следующего понедельника если у меня будет желание и настроение то в пятницу выйдет еще болталка по мотивам тега идеальный блогер от Натали вышивальная монпансье а если не будет настроения желания то значит не выйдет и тогда мы увидимся скорее всего в следующий понедельник ну на этом все всем спасибо подписывайтесь впереди будет много интересного всем спасибо всем пока увидимся